Новенькие только с конвейера. В строю Ивановского маршрутного транспорта пополнение. 15 автобусов марки ПАЗ уже готовы к выходу на линию. Следить за техническим состоянием своего подвижного состава – обязанность каждого перевозчика. На этот раз обновляет автопарк компания «Транслайн». Эти машины будут работать на 35 маршруте. Я считаю, что 5 лет – это предел работы на маршрутах. Поэтому закупаем, меняем автобусы в малой вместимости на автобусы в большей вместимости. Основным принципом работы нашего автопарк компания является приоритет жизни и здоровья пассажиров. Автобусы ПАЗ зарекомендовали себя на Ивановских дорогах как простые, неприхотливые в эксплуатации и удобные для пассажиров. Стоимость каждой машины примерно 3 миллиона рублей. Автобусы уже закреплены за водителями. Некоторые даже вышли на маршрут. Остальные готовятся. Юрий пересел за руль ПАЗика после микроавтобуса. Говорит, разница заметна сразу. Удобный. Новый автобус как бы не ломается. Ничего теплый, самое главное, зимой. Так все хорошо. Подъезжаешь на остановку. Допустим, если на старом автобусе подъезжаешь, допустим, кто-то не садится. На новые уже, естественно, люди больше заходят. Нравится, наверное, ездить на новой машине, чем на старом хламе. В идеале, конечно, горожане хотели бы видеть на улицах не только автобусы большей вместимости, но и низкопольный транспорт, удобный для маломобильных групп населения. К этому администрация и стремится. За прошлый год у нас перевозчики поменяли порядка 50 транспортных единиц, которые работают на муниципальных маршрутах. И работа эта продолжается. Пока назвать повальным стремление предпринимателей обновлять автопарк нельзя. Скорее даже это единичные случаи. Влиять на перевозчиков городская администрация может только посредством аукциона на право осуществления перевозок. Вот и получается, что компании, уже выигравшие в борьбе за маршруты, не стремятся к совершенству. Но со временем менять автобусы придется всем. Новые конкурсы со ржавыми корытами не выиграть. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.